Всем привет! Ну что, мы наконец-то на финишной прямой Парижской недели моды. Сегодня обсудим долгожданные дебюты новых дизайнеров в брендах Клоэ. Еще, наверное, более долгожданный дебют в бренде Александр Маккуин. Конечно, поговорим про таких мастодонтов Парижской недели моды, как Лоэва, как Диор, Валентина, Баленсиага, Дрисфаннотен. Поговорим про незаканчивающуюся войну между братьями Гвасаля. Но начнем уже по традиции с нескольких новостей, которые не касаются недель моды. Поехали! Симон Джакмюс получил орден от Министерства культуры Франции. Это награда, которую могут получить только граждане Франции. Это орден младшей кавалерской степени за бренд Джакмюс и его безоговорочное влияние на искусство. Вручала его Анна Винтеру, и Симон является самым молодым обладателем этого ордена за всю историю. Ему, напоминаю, всего лишь 34 года. И боже, какие там милые фотографии и видео, как его вручает этот орден. Он вот в этом пинжачке. У меня это такие теплые чувства вызывает. Вы знаете, я как бабушка, которая смотрит на фотографии своего внучка с выпускного в университете. Вот так это как-то выглядит. Но правда, он такой уже родной. Особенно мне, потому что, можно сказать, с него начался такой глобальный рост на моем канале. Для всех вас, кто постоянно мой канал смотрит, я уверена тоже. Ну вот, действительно, по нему настолько видно, что он хороший человек, что прямо радуешься за него, как вот за своего ребенка. Хотя он у меня старше чуть-чуть, но вот чувства похожи. Нас ждет очень интересное лето. Во-первых, открытие, олимпиады. Я настолько равнодушна к этому мероприятию. Но это, наверное, первый раз за много лет, когда я буду смотреть открытие. Потому что с таким спонсором, как LVMH, это должно быть что-то невероятно красивое. А в преддверии олимпиады пройдет еще очередной Vogue World. Это большое мероприятие, посвященное моде от Канденаста, от Анны Винтур. Появился тизер к этому мероприятию. Проходить все будет в Париже. Главным героем в тизере является Джи-Джи Хадид. И тут стоит отметить, что какой-то яркий для нее этот год. Ну, понятно, что она всегда была одной из топовых моделей последних нескольких лет. Но вот как-то в этом году она прям чаще везде появляется. И вот даже Vogue World выбрали именно ее. Кстати, мероприятие будет проходить при участии, во-первых, Жек Мюмса, Оливьеру Стэна, Фарла Уильямса. Но еще интересно, что режиссером там будет Сэм Рэнч. Это тот же режиссер, который делал вот это выступление Арианы на Супербоуле в прошлом году. И я невероятный фанат, во-первых, Арианы. Во-вторых, конкретно этого выступления для меня вот это то, как должны выглядеть современные выступления. Простят меня, как обычно, все поклонники Мюмсы. Я считаю, что мода в плане музыкального искусства выглядит вот так. Поэтому наличие этого режиссера лишний раз подогревает интерес к мероприятию Vogue World. Так что будем ждать и обязательно обсуждать в каком-то из летних выпусков на этом канале. Бренд Tommy Hilfiger, который мы обсуждали две недели назад, когда говорили про Нью-Йоркскую неделю моды. Я тогда сказала, что вот они вернулись на эту неделю моды. И вернулись достаточно красиво, при том, что бренд очень коммерческий. И теперь у них вышла рекламная компания, в которой главной героиней стала Kendall Jenner. То есть у них прям такие большие планы на громкое возвращение. Не жалеют бюджетов на маркетинг, на то, чтобы заплатить Kendall Jenner. И реклама очень классная в стиле такой семейной съемки, которая проходит где-то на заднем дворе у Kendall Jenner. В общем, я так понимаю, у нас ждет какая-то новая волна от этого бренда. А про другой бренд, тоже достаточно коммерческий, не американский, но который является эталоном в том, что касается успешного ребрендинга в последние годы. Который является эталоном в том, что касается финансовых результатов. Об этом бренде мы будем говорить в следующий четверг. И, кстати, мужчины, если вы меня смотрите, я уверена, это тот случай, когда это будет интересно и вам. Если у вас есть догадки, о каком бренде идет речь, меня просили сделать видео об этом бренде. Пишите в комментариях, будет интересно, сколько человек догадают. Так, ну все, переходим уже к неделе моды. Начинать будем медленно, потому что начнем мы с бренда Lora Piano. Они не делают показ, настоящий показ в рамках недели моды, но они презентуют свою коллекцию в таком статичном формате, в формате фотографии и постоянно организовывают какие-то ивенты, чтобы привлечь внимание к своему бренду. Так вот, главным героем новой коллекции Lora Piano стал чертополох. И это интересно, это то, о чем я не знала, поэтому не упоминала об этом в своем видео про Lora Piano, если вы вдруг не смотрели, обратите внимание. Оказывается, что чертополох до сих пор используется для расчесывания кашемира и шерсти. Оказывается, это итальянская традиция, то, что раньше там именно чертополохом расчесывали шерсть. На сегодняшний день, естественно, есть специальные машины, которые могут это делать, но бренд Lora Piano до сих пор использует чертополох. Понятно, что там не какая-то бабушка вручную сидит с букетиком чертополоха и все это расчесывает, но они его используют на вот уже механических таких валиках. И да, в общем, они открыли, во-первых, в УПАП киоск, где были букетики из чертополоха, и каждый мог там себе взять этот букетик бесплатно. А во-вторых, в коллекции использованы такие броши, сделанные как раз-таки из чертополоха. А про саму коллекцию хочется сказать, что, с одной стороны, да, это Lora Piano, там вроде как глобально нечего обсуждать, это всегда просто про высочайшее качество, но все равно стоит отметить, что они немножко более современными становятся. То есть они все больше начинают экспериментировать с фасонами. То, о чем я рассказывала в видео, что они и в маркетинг пошли активно, и, видимо, свои коллекции они тоже хотят сделать мельнее олдскульными. Но что интересно, тоже в своем новогоднем выпуске я говорила о тренде на то, что тихую роскошь сменит так называемый тихий аутдор, да, quiet аутдор, и Lora Piano как раз-таки этот тренд подтверждает, у них будет коллаборация с брендом Roa. Бренд Roa это бренд, который делает, может, в немецком языке есть такое прекрасное слово, ван дер шуэн, в общем, такая, да, обувь для походов, и, соответственно, вся вот эта коллаборация, она представляет собой такую походную одежду, но при этом я даже не хочу представлять, сколько это стоит, но, видите, вот смеялись все над тихим аутдором, а вот вам, пожалуйста, первые плоды. Так, ну давайте перейдем теперь к одному из ожидаемых дебютов, который я анонсировала в вступлении. Поговорим сначала про бренд Chloe. Для меня он, честно говоря, был более ожидаемый, чем бренд Александр Маккуин, по той причине, что я люблю эстетику Chloe, но то, что творилось с этим брендом последние годы, было очень скучно, и я вообще не помню ни одной коллекции. Насколько меня порадовал дебют Чемена Камали для бренда Chloe. С одной стороны, это вот та самая бога эстетика. Вот эти летящие платья в сочетании с какими-то более грубыми или куртками, или в данном случае было много кейпов, и укороченных, и удалененных кейпов. У меня какие-то теплые чувства от вот этого стиля. Я помню, именно на момент моего студенчества была вот большая мода на то, чтобы какое-то, знаете, цветочное платьице, байкерская куртка и какие-нибудь там казаки, или грубые ботинки. Это, казалось бы, вот уже такой классический, достаточно избитый стилистический сюжет. Но бренд Chloe, точнее, Чемена Камали, доказала, что это тоже можно сделать более современным, более интересным, дать этому вторую жизнь. И здесь, несмотря на то, что это все те же летящие платья, вместо казаков у нее тут были такие высокие ботфорты, это выглядит, во-первых, современно, как я уже сказала, а, во-вторых, это выглядит дерзко и сексуально. И однозначно видно, что у Чемена Камали был опыт в Сен-Лоран, потому что Сен-Лоран про вот эту сексуальную, да, женственность, как раз-таки утонченную, дерзкую. И она вот ровно это добавила в бренд Chloe. При этом сделала еще ремень, который точно будет коммерчески успешен, да, ремень с брендингом Chloe. Но, в общем и целом, я в восторге от этой коллекции. И я такого ждала, я такое люблю, я бы такое носила. Единственное, что меня расстроило, это вот этот кадр, где гости, показы, как вы видите, все сидят в одинаковых босоножках. И вспоминаю мое видео с прошлого года, когда мы обсуждали Нью-Йоркскую неделю моды, и я там по полной стебалась над брендом Ralph Lauren, потому что он всем разослал одну и ту же сумку. И тогда многие обижались, что как я так обижаю о Ralph Lauren, и что это нормальный прием. Понимаете, это нормальный прием, если, допустим, ты ее там блогерам рассылаешь, и каждая по-своему делает фоточку, рилсик, тикток, что хочешь. Но когда это прям гости на твоем показе, в моем понимании, если у тебя нету богатой линии обуви и аксессуаров, то сделай им просто кастомные аутфиты. Ну, условно, у Gucci, тоже была одна единственная новая пара обуви на первом показе, это вот эти бордовые лоуферы на платформе. Там же все к гости не пришли в одних и тех же лоуферах, нет. И мы всем дали свои разные аутфиты, сделанные под них. А тут, когда все эти босоножки сидят, босоножки тоже отдельная тема, босоножки на танкентке, я считаю, нужно просто выкинуть, забыть, что такое существует. Но, да, они вписываются в эстетику бренда Клоэ, но вот эти ботфорты, которые мы увидели на показе, мне кажется, гораздо больше внимания достойны. Ну, в общем, чтобы совсем их не перехваливать, вот этот момент можно было бы исправить. А в остальном, чем я на Камале, низкий поклон, нас ждет, наконец-то, красивый Клоэ, по которому мы все так соскучились. Ну, как минимум, я соскучилась. Пишите, что думаете вы. Ну, если уж я заикнулась про бренд Сен-Лоран, потому что чем я на Камале там работала, то логично сразу поговорить про него. Этот показ, который вызвал бурю эмоций, как-то он гораздо громче звучал, чем предыдущий покажет Сен-Лоран, хотя сказать, что там было что-то поразительно новое нельзя. Энтони Бакарелло сказал, что он хотел создать что-то нежное и эфемерное. Я вот здесь поспорю с нежным, потому что, на мой взгляд, получился чистый секс, но действительно эфемерный. А дело в том, что половина показа это луки, которые сделаны из капрона. То есть, по сути, они полностью прозрачны. Понятно, что это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Я, к сожалению, не могу вам показать большую часть этих луков, потому что YouTube может не очень благосклонно к этому отнестись. Поэтому, если вам интересно, перейдите, посмотрите. Ну, я думаю, вы примерно понимаете, о каком направлении идет речь. Но, вот знаете, это настолько красиво. Вот когда это красиво, когда в этом есть энергия, то все вопросы о том, что, ну, для кого это сделано, кто это будет носить. Кстати, сам Энтони Бакарелло тоже сказал, что это луки на одну ночь, потому что уже, когда они это все на модели одевали, они кучу зацепок сделали, и, скорее всего, половина этих луков действительно порвется. Но, знаете, вот эта серия прозрачных луков, она как будто бы создана для эмоций. И это у Бакарелло удалось. То есть, знаете, вот эта эмоция, когда это просто безумно красиво, как ни странно, ее не так часто в последнее время испытываешь, когда смотришь модные показы. Вот здесь это просто красиво. Это невероятно красивое женское тело, где все подчеркнуто вот этим капроном. Эмоцию он создал, и дальше он перешел уже к более относительным лукам. То есть, там были классические для Сен-Лорана, вот эти плечи. Когда дизайнера можно узнать по плечам, то, считайте, дизайнер как бы свое дело сделал. Я сейчас говорю не про Бакарелло, я говорю про Сен-Лорана самого, естественно. Но то, что костюмы Сен-Лорана – это что-то невероятное, и с теми же плечами платья, и с теми же плечами даже трикотаж, на это можно смотреть бесконечно. И, кстати, говоря про прозрачные луки, там многие смеялись, потому что все говорили, что вот Бьянка Цензори, которая же на Каневаста ходит полуголый и тоже ходит в каких-то чулках. И что сейчас мы над ней ржем, а через год все так будут ходить. И вот вам уже, пожалуйста, первые отголоски у Антони Бакарелло. Кстати, хочу отметить, что на этих моделях вот действительно этот головной убор из капрона смотрится супер стильно и так дерзко. Для этого нужно, конечно, иметь идеальную форму головы и не такие большие щеки, как, например, у меня. Но выглядит это красиво, и потом это перетекло уже, да, в более носимые луки, не такие прозрачные. Есть, кстати, лук с прозрачной юбкой и вот этим оверсайз-блейзером, который подтверждает, да, что вот этот тренд на прозрачные низы у нас продолжается, да. Он уже несколько сезонов с нами. И вот, на мой взгляд, именно в этом показе вот этот тренд на прозрачную юбку с условно большим блейзером достиг своего самого такого изысканного варианта. Это впервые, когда я на это посмотрела и сказала, боже, вот это красиво, потому что все последние несколько лет все стилисты советовали делать эти прозрачные низы. Это всегда выглядело очень, не знаю, как-то надуманно, вот а-ля Миу-Миу стайло. А вот здесь это выглядит красиво, поэтому Сен-Лоран в этот раз молодцы. Вроде бы ничего такого нового не сделали, но нужные эмоции вызвали. Пишите тоже, что вы думаете. Забыла озвучить две детали. Во-первых, у Сен-Лоран часто бывают такие объемные браслеты, и здесь они тоже были, но поскольку вся коллекция была про прозрачность, то даже их они решили сделать прозрачными. И единственным таким грубым элементом на этой коллекции это были огромные меховые клатчи. И они, кстати, были не только у Сен-Лоран, так что тут тоже вот информация для стилистов намечается какой-то тренд, они еще были у другого дизайнера, к которому мы сейчас перейдем. Один тоже из моих любимых дизайнеров, если мы говорим именно о творцах, о современных творцах, это Дрис Ван Ноттен. И нужно отметить, что последние несколько сезонов он как будто бы отдыхал немного. То есть Дрис Ван Ноттен, которого мы знаем по суперярким, таким бешеным коллекциям, он вообще бог в том, что касается принтов, сочетания этих принтов. И у него, ну, такие сумасшедшие бывают вещи. Так вот, последние несколько сезонов он как будто бы отдыхал, он был какой-то слишком спокойный для себя. И это все не играло теми красками, к которым мы привыкли. И сказать, что эта коллекция получилась какой-то бешеной, нельзя. Да, да, тут есть принты, но они какие-то тоже такие более размытые. Несмотря на то, что это все еще какой-то очень спокойный Дрис Ван Ноттен, мне она безумно понравилась. И насколько тонко он чувствует цвет, тоже для всех стилистов, если вы любите колорблокинг, если вы любите тему сочетания цветов, и вам хочется сделать серию сториз про интересное сочетание цветов, берите показ Дрис Ван Ноттена. Такой нежный колорблокинг никакому Раффу Симмонсу не снился. Все цвета в таких своих пыльных оттенках, при этом невероятно комбинируют сами между собой. Просто энциклопедия современных сочетаний цветов от Дрис Ван Ноттена в этом показе. Бренд Undercover, который привлек внимание многих к себе, так как многие о нем не знали, в прошлый сезон. Напоминаю, это был показ, когда у него были живые, прям как террариумы в платьях, то есть там бабочки летали, там цветочки росли. Не террариум, да, это по-другому называется. Ну, вы поняли, о чем я. Тогда был пессимистичный показ у дизайнера Джона Токахаши, я так понимаю, он потерял много близких людей, и коллекция была вот именно с этим нарративом. И вот в этот раз она тоже не прямо супер радужная, но она совсем другая. Это всегда классно, когда дизайнер умеет сделать что-то другое. И вот Джона Токахаша, он всегда про какой-то вот нарратив, про какую-то философию. И данная коллекция посвящена работающей женщине. Там, кстати, так же, как у Тома Брауна на Нью-Йоркской неделе моды, вместо музыкального аккомпанемента был голос, который зачитывал рассказ. И это голос Вима Вендерса, который читал рассказ собственного сочинения, который, собственно, называется Watching a Working Woman, то есть про один день из жизни женщины. Просыпается, пока еще темно, много работает, всегда красит губы, а еще носит шелк со струящимися джинсами, украшает себя бахромой и мишурой, и имеет подпродукты бакет, пудылка вина, мандарины, букет лилий, полупрозрачную тканевую сумку с вышивкой. Вот мне интересно, сначала написали рассказ, а потом сделали коллекцию, или наоборот, потому что, по сути, все, что я озвучила, мы видим, да, на этом показе. Мне показ понравился. Я не могу сказать, что мне нравится прям каждый лук. Некоторые, на мой взгляд, были не очень удачные, но некоторые мне очень понравились. Во-первых, я как фанат пайеток, блесточек и всего, особенно, когда это касается брюк, лук, естественно, запала на вот эти джинсы с дождиком. Он во многих луках использовал дождик, да, это тот самый дождик, но вот вариант с джинсами мне нравится больше всех. Плюс мне нравится очень вот этот кардиган, такой вязаный, длинный, из-под которого выглядывает как будто бы другая ткань, при этом это все единая вещь. Но вообще, это действительно было про работающую женщину, причем там были разные женщины, то есть кто-то шел на работу в каких-то более деловых костюмах, кто-то на йогу шел с ковриком из-под йоги, кто-то как будто бы в магазин шел по своим делам. Что касается похода в магазин, да, там были прозрачные сумки, которые упоминались в рассказе, и они выглядят как пакеты с магазина, но на самом деле эта сумка сделана из материала вот типа органзы, то есть из такой сеточки, то есть это не пакет, это будет продаваться как реальная сумка, на ней сделана вышивка. И вот знаете, тоже это вот говоря про то, что мода отражает социальные тенденции. Обратите внимание, что это у нас действительно стало каким-то трендом, что дизайнеры хотят показать, да, реальную женщину. У Миу-Миу была вот эта история, что там из сумок там туфли торчали, еще что-то. У Баленсиага тоже история с вот сумками, которые там занавешаны брелками, и тоже, по-моему, из них что-то торчало. Тут вот эти пакеты с едой. У Баленсиага были пакеты, да, из вот этого продуктового магазина EverNow. Ну вот действительно, я так понимаю, что когда в мире тяжелые времена, то мода разделяется сразу на два лагеря. Есть лагер, который вот про эту фантазийную моду, которая к нам вернулась, да, вместе с возвращением Гальяна, вместе с возвращением Марка Джейкобса и так далее. То есть это когда мода дает тебе возможность забыть обо всем плохом, что сейчас происходит, и погрузиться в вот этот мир фантазии, красоты, эстетики. Или же другая мода, которая наоборот про что-то такое супертрушное, суперреальное, то, что тебе может откликнуться, те показы, в которых ты можешь увидеть себя как бы через призму глаз дизайнера. И вот как будто бы все, что находится где-то посередине о таких показах, мы сейчас еще будем говорить, оно уже сейчас не в тему. Оно сейчас как-то плохо воспринимается. То есть когда нам предлагают какие-то оригинальные варианты того, как может выглядеть сегодняшний гардероб, какие-то новые там тенденции, а всем вроде как вообще не до новых тенденций и не до этого. Всем хочется или красоты, искусства, или чего-то трушного. Вот Undercover это показ, который про вот эту трушность, про настоящую женщину. И самое классное, что действительно эти вещи выглядят дизайнерскими, но при этом их легко интегрировать на любую фигуру, в любой гардероб. Поэтому молодец, он и я рада, что о его бренде заговорили. Другой бренд, о котором заговорили, это бренд Carven, и мы говорили о дебюте дизайнера Луис Троттера для этого бренда, когда обсуждали прошлый сезон недель моды. Я тогда ее очень хвалила, и буду продолжать это делать сегодня. Этот показ, это одежда для женщин, созданная женщиной. Это сразу видно, а в моих глазах Луис Троттер это какая-то новая фибифайла, при том, что она мне нравится больше, чем фибифайла. Во-первых, она очень классно смешивает вот какой-то дневной и вечерний гардероб. Во-вторых, что мне всегда нравится, то, что в ее коллекциях присутствует оверсайз, но это женственный оверсайз. Это не вот этот баленсиага оверсайз, это при этом не слим-силуэт вот того же Сен-Лорана, да? Это очень современный силуэт, который опять-таки подойдет женщинам разной комплекции, но при этом он не делает из тебя какую-то объемную тушу, непонятную гору, то есть видно, что ты женщина с красивой фигурой, твоя фигура подчеркнута, но не чересчур, при этом это выглядит все современно, у нее очень спокойная коллекция, но это отражает ДНК бренда Каравен, то есть они такие монохромные, это достаточно спокойные, приглушенные цвета, но при этом насколько она красиво играет с фактурами и как раз-таки с вот этим объемом, это то, что делает это все очень интересным, это показ, который просто сплошные мастхэвы на следующий сезон, если у тебя нет вопросов с бюджетом, ты идешь и просто это все можешь покупать, не переживая о том, как ты это будешь носить, подойдет ли твоя фигура подойдет и так далее, и ты будешь выглядеть супердорого, красиво, про то, куда бы я метила Луис Троттер, я еще попозже в этом видео буду говорить, но от меня есть жирный лайк, пишите, что вы думаете. Бренд Пако Рабан, который теперь просто Рабан, и вот этот показ, я даже не буду долго его обсуждать, это просто какая-то сплошная несуразица. Продолжая тему стилистов, вот знаете, будто бы кто-то только что отучился на стилиста, и ему хочется сделать максимально сложные образы, чтобы показать, что он стилист, но получается плохо. Вот это то, как я могу описать этот показ. Там вроде бы, если присматриваться, что очень сложно сделать, есть какие-то интересные вещи, но что произошло со стилизацией, я не знаю. То есть это тоже опять какая-то попытка зайти на вот это поле Микеле, которое мы в прошлый раз с Блю Марином обсуждали, но если там был Микеле разделить на сто, то тут как будто бы Микеле умножили на тысячу, и получилась полная фигня и полный абсурд. Вот это мое мнение о коллекции Робан. Показы, которые я всегда обсуждаю с огромным удовольствием, это показы Джонатана Андерсона, и поскольку это парижская неделя мода, то говорить мы будем о бренде Лоэва, а Джонатан Андерсон себе не изменяет, он всегда сотрудничает с каким-то художником, скульптором, но в этой коллекции это просто, знаете, стрела Амура в мое сердечко, точнее, стрела Джонатана Андерсона в мое сердечко, потому что он вспомнил одну из старейших фарфоровых фабрик Британии, эта фабрика называется Челси Порцелан, старейшая мануфактура Англии, то есть еще в середине 18 века была основана, старше, чем тот же Леджвуд, который я тоже безумно люблю, в общем, почему это сердце Амура в мое сердце, если вы вдруг впервые на моем канале, я безумный фанат посуды, что сделал Джонатан Андерсон, он взял роспись с тарелок этого бренда и превратил ее в вышивку на сумках и одежде, особенно мне хочется отметить все-таки вариант на сумках, потому что одежде это выглядит иногда слишком, наверное, слишком агрессивно, возможно, для кого-то, но вот в том, что касается сумки, во-первых, он взял вот эту относительно новую Лоева Сквиз, популярную сумку, однозначно заслуживающую вниманию и на нее перенес вот эти посудные сюжеты в бисерном исполнении. Боже, это выглядит бомбически, я бы такую сумку себе однозначно приобрела. Другая, гораздо более бешеная сумка это сумка спаржа. У этого бренда была супница в виде вот этого пучка спаржа и Джонатан Андерсон ее как бы практически повторил дословно и превратил в сумку клатч. Ну, мы знаем, Джонатан Андерсон нас любит сумасшедшие клатчи, голуби, подушки и так далее. Вот теперь есть спаржа. Если мы будем говорить про саму коллекцию в том, что касается одежды, я уже заикалась вот когда мы обсуждали Джонатан Андерсона в плане его показ в рамках Лонгцкой недели мода для его бренда. Я сказала, что он как будто бы подустал. И вот тут я тоже от многих слышала, что как-то Луэва уже вот не такой, что вот все-таки были вот эти моменты, когда Луэва прям бомбил со своими этими пикселями, антуриумами, а тут все как-то стало спокойнее. что он подустал, то тут у меня немножко другое мнение. Мне кажется, что он в свое время сделал для Луэва вот эту невероятную перезагрузку, когда он начал просто делать луки-мемы. Пиксели, антуриумы, что там шарики воздушные, да, это все были мемы, то есть это был ну уже такой сюрреализм. А вот тут он как будто бы успокоился чуть-чуть и оставил в каких-то элементах вот эту мемность, но сделал все-таки более такой ежедневный гардероб, да, при этом то, как Джонатан Андерсон играет с драпировками грубых тканей, я постоянно буду об этом говорить, я не устану об этом говорить, это видно и в этой коллекции. Вся вот эта серия луков из таких чуть-чуть объемных топов и брюк, при этом это все очень красиво затрапировано, это просто хайлайты для меня, только ради этой серии луков я считаю, она должна как бы состояться и заслуживать своего понимания, это сделано невероятно. Какие-то элементы иронии он все равно оставляет, ну, про вот этих собачек, вот этот бисер вышивки и редиски, что там еще были ягоды, да, от этой посуды мы уже поговорили, но, к примеру, есть еще вот этот невероятный свитер серого цвета, который, по сути, отражает проблему того, что трикотаж скатывается и этот свитер приходит в одну какую-то большую катушку. Это то, что умеет делать Джонатан Андерсон, это иронизировать, именно поэтому Адриан Апиолазо, который ушел в Москвино, которого мы обсуждали на прошлой неделе, научился правильной, интеллигентной иронии от Джонатана Андерсена, который может быть красивый, а Адриан Апиолазо, он работал 10 лет в Брэде Луэво, дизайн-директором женской линии, поэтому понятно, откуда ноги растут у него. В общем, по-моему, он начал искать баланс между вот этой мемностью и вещами на каждый день, и у него это отлично получается, и для меня дизайнера современности, который что-то создает, это Джонатан Андерсон. Так, ну что, я думаю, с какого брата начать? Ну, давайте все-таки начнем с Демна, бренд Полинсяга. А вы знаете, на удивление, вот я последний несколько раз говорила, что вот, все, Демна уже какой-то не тот, ничего нового не создает, а точнее, как, когда его только начинали хайти, за то, что он повторяется, я его наоборот защищала и говорила, что дизайнер, который просто создал абсолютно новую волну в свое время, ему сложно каждый раз что-то сказать, дайте ему передохнуть. Но когда это уже четвертый показ подряд продолжалось, тут уже я присоединилась к вот этой толпе тех, кто его ругал за это, и я уже высказывала мысль, что, по-моему, Демна его заменит, но вы знаете, беру свои слова назад. Новая коллекция Блинсяга полна новых каких-то фишек, то есть это, как обычно, полное сумасшествие, да, если вы не любите брен Блинсяга, то можете перемотать дальше. А тут у нас какой-то рюкзак в виде топа, тут пыльник в виде топа, тут сумка в виде топа, тут невероятная вот серия луков, где ходи вроде как на плечах, но, в принципе, внизу его резинка, то есть, как будто бы его накинули на тебя, на плечи. Тут есть шикарное, в кавычках, платье, сделанное полностью из трусов, но вот это все безумие выглядит, во-первых, очень в стиле Демны, но по-новому, то есть, тут много было новых фишек, которых мы у него не видели, а появилась новая сумка, которая опять чем-то похожа на Эрмес, он это в тот раз уже сделал, видимо, она хорошо зашла, и тут он продолжает эту историю. Конечно же, классические для Блинсягов эти очки на пол лица, но только новая модель. Что сказал сам Демна про этот показ? Я хотела, чтобы это шоу представляло собой связь между прошлым и будущим Блинсяга как дома, основанного на креативе в качестве ценности. Все начинается с силуэта и тематики, вдохновленных наследием Кристабали, и переходит в дальнейший эксперимент с моими идеями, при создании концепта красоты, попыткой выковывать сознаваемый с первого взгляда стиль и размышлением о том, как тело взаимодействует с одеждой. А в принципе, вот этот нарратив, он не новый, это в принципе то, что описывает всю деятельность Демна Гвасаля для бренда Блинсяга, начиная с его самого первого показа. У него всегда есть серия луков, вдохновленных Кристабалем, да, как правило, это вечернее платье, это коллекция не исключение, поэтому я так люблю культурные коллекции Блинсяга, потому что вот эту вечернюю группу он делает просто превосходно. Здесь это более такие реддит-уэр варианты, но тем не менее это силуэт Блинсяга, а дальше он уже уходит в свой вот этот трэш. Я его уважаю за то, что он не боится создавать что-то новое, имея над собой имя, да, другого великого дизайнера. Я знаю, что многие говорят, что там Кристабаль Блинсяга перевернется в гробу, если увидит вот это, наверное, но не будет Демна Гвасаля, молодежь поколения Z вообще бы не знали, кто такой Кристабаль Блинсяга. Поэтому я здесь все-таки придерживаюсь вот этой теории про то, что лучше, знаете, лучше плохо, но бренд живет, чем никак, и о человеке забудут. Повторяю, что дизайнеры это не Достоевский, книги которого можно перечитывать. Мода должна жить, должны создаваться новые коллекции, чтобы кто-то вспомнил о том, что были какие-то старые и, возможно, на них тоже посмотрел. Все-таки Демна начал что-то делать, за это ему респект, уважуха, наверное, он все-таки не уйдет. Я не люблю бренд Блинсяга, но я здесь стараюсь подавать объективную оценку именно его как дизайнера. Он действительно что-то создает, что-то странное, не для каждого, но он создает. И единственное, что мне хочется отметить, помните, вот я несколько минут ранее говорила вам о том, что сейчас моды это или про искусство и фантазийность, или про трушность. Блин, как раз-таки сейчас не в тему. Вот не зря они так бомбанули, да, с 2015 года, потому что тогда всем хотелось какого-то креатива, чего-то нового. Сейчас всем вообще не до этого. Сейчас для людей вот это сложно, для кого-то это очень некрасиво. Люди сейчас не хотят воспринимать что-то вот такое крэйзи, новое, потому что проблем и так достаточно, и уродства реального в жизни и так достаточно, чтобы еще пытаться в уродстве разглядеть красоту. Поэтому у бренда Блинциада сейчас не их время. И это то, что я тоже всегда говорю. Бренду не нужно изменять себе, ему нужно просто вот это переждать. Дэмно молодец, что после нескольких сезонов, когда его хейтили, за отсутствие чего-то нового, за постоянное самоцитирование, он все-таки что-то новое сделал. Понравилось ли это сейчас большинству? Я думаю, что нет, но за то, что он не приуныл, а нашел вдохновение, мое уважение. Переходим ко второму брату. Гурам Агвасалия, бренд Вэтмо. Это, конечно, та еще Санта-Барбара, вот это их противостояние, я уже об этом много раз рассказывала, если вы вдруг не знаете, да, у братьев война, самый настоящий, и Гурам прям супер закомплексованный какой-то человек, потому что он безумно чувствует себя каким-то ущемленным, потому что все лавры достались его брату, а на самом деле это самый талантливый он, по его мнению. И мне кажется, вот эта коллекция Вэтмо, это пародия на прошлую коллекцию Демны для Баленсиага, она тоже была на красном фоне, и там тоже был невероятный звездный каст, одной из звезд при этом была мама этих братьев. И в том, что касается Стюба, Гураму все удалось прямо на десяточку. Во-первых, открывала показ Наталья Водянова, это говоря про звездный каст, и это тоже, знаете, такой камень в огород, потому что понятно, что Наталья Водянова, будучи женой Арно, никогда не будет участвовать в роли модели для любого из бренда группы Керинг. И это уже первый такой вот ход, чтобы показать, смотрите, вот Водянова, она только для меня пройдет, а для вас точно нет. Помимо Водяновой каст был звездным. Там была сербская певица Елену Корлюшу, надеюсь, я правильно произношу это, Джанжина Родригес, это та, которая жена Криштиану Рональду, Винни Харлоу, ну, а закрывала показ актриса Марсия Кросс, я уверена, что все вы ее знаете, все те, кто смотрел сериал «Отчаянные домохозяйки», у нас просто, да, какая-то ностальгия массовая. Опять тема, которая постоянно будет использоваться во времена, когда у нас тут войны и все, что хочешь, плохое происходит в мире, а людям нужны какие-то зацепки. Это то, что я говорила, почему бомбанул фильм Барби. Это, кстати, одна из теорий, что сейчас все сплетнесу вспомнили, вот теперь еще «Отчаянных домохозяек» вспомнили. Кого еще у нас вспомнили? Памелу Андерсова вспомнили. В общем, всех мы вспоминаем супермодели 90-х, и вот здесь еще Марсия Кросс. Шикарный выход, шикарная она. Но вишенкой, конечно, Стёба, был вот этот лук. Худи, на котором написано «Not mom's favorite», то есть «Нелюбимчик мамы». Естественно, с одной стороны, Гурам про себя, потому что мама-то прошлась для Демна, для него не прошлась, но, возможно, он ее и не звал. Но ирония доходит до уровня максимум, потому что эта модель, это еще и Анвар Хадид, то есть это брат Джиджи Хадид и Белла Хадид. Вы вообще знали, что у них есть брат? Да, у них есть брат. И как вы понимаете, он тоже «Not mom's favorite», как и Гурам Гавасаня. За Стёб десяточка. Молодец, круто. А другие два лука, тоже объемные худи, с надписями «Тим Энистон» и «Тим Джоли». Это тоже цитирование фото Пэрис Хилтон и ее сестры, когда вот была вся эта история, что Брэд Питт ушел к Анжелине и Джоли, и они вот тогда вышли в таких футболках. Здесь он сделал худи. И помимо вот этого всего, ничего в этой коллекции примечательного не было. Это был типичный вэтмо с вот этим гипертрофированным оверсайзом. Но, по сути, Гурам Гавасаня не умеет ничего создавать. Ну, то есть, честно, плохой сезон он выбрал для этой коллекции, потому что, если бы Демна опять показал какую-то повторку очередную, то можно было бы над ним поржать. А тут на фоне, ну, я не могу сказать, прям суперсильная коллекция, блин, сяга, но сильнее, чем все предыдущие. Стебаться вот так над ним, показывая при этом вообще ничего интересного, ничего нового. Показывая то, что как дизайнер ты, ну, не гений ты, да, мягко говоря. Это очко не в копилку Гурама, а скорее в копилку Демна. И, кстати, я иногда слушаю подкасты Сайдгайст, это Евгений Рапкин, да, известный фэшн-критик. И я не могу сказать, что я его прям люблю, потому что он уже такой, как старый дед, хотя он не старый, который бубнит на то, что происходит в моде, да, то есть у него максимальная закрытость вообще ко всему новому, он и там, и Дэмна Гвассалю ненавидит, вообще весь люкс ненавидит, поэтому все, что он говорит, тоже нужно делить на 10. Но из этих подкастов я узнала, ну, я так понимаю, что это правда, что оказывается у Грама Гвассаля есть муж, и этот муж, это какой-то русский олигарх, и что типа у него вот, ну, финансы вообще не стоят под вопросом, поэтому у него абсолютно нет никаких амбиций, чтобы сделать бренд вот Мо в финансовом смысле каким-то суперуспешным, что в очередной раз доказывает, что это все просто какой-то результат вот этой закомплексованности, вот этих травм, того, что он не может как бы смириться с тем, что его брат вот в этом плане более успешный, и по сути всю свою жизнь всю свою дизайнерскую карьеру он посвящает войне со своим братом. Честно, очень его жалко. Ну что, продолжим тему людей, которые хотят что-то доказать. Виктория Бекхэм. Звучит сейчас как-то по-злому, я знаю, что у меня много людей смотрят, которые ее очень любят и просят меня сделать про нее видео. Давайте сразу поясню, я тоже очень люблю Викторию Бекхэм, их семью, и они все вызывают исключительно положительные эмоции. Но в том, что касается Виктория Бекхэм как дизайнера, у меня очень много вопросов. И хотя последние две коллекции, она явно, во-первых, очень активно вкладывается в маркетинг, то есть у нее и гости на показах заслуживают внимания, и сами показы стали сильнее, я даже не буду это отрицать. Тут еще она бедную ногу сломала перед этим показом, и при этом все равно все сделала, пришла и выходила на этих костылях на сам показ. Было тоже красивое закрытие, где она подходит к Бекхэму и его целует. То, что она невероятная, как женщина, и красавица, и у нее классный характер, это нужно быть сильной женщиной, чтобы быть женой мужчины с такой карьерой, как у Бекхэма, и при этом суметь сохранить семью, и родить столько детей, и сохранить вот эту невероятную любовь, которая кажется безумно искренней, да, потому что ты видишь, видно, что это не наигранно. А, боже, я прям сентиментально становлюсь в этот момент. Ну, то есть в этом, именно как в женщине, у меня к ней огромное уважение. Ну, как и дизайнера, у меня, к сожалению, его нету, и несмотря на то, что эта коллекция достаточно симпатичная, я вообще не понимаю, почему она снова делает что-то новое. Сначала у нас с Викторией Бекхэм тоже было про какой-то бога, потом Виктория Бекхэм стала про вот супер-такие элегантные, деловые силуэты, все типа супер-секси, но утонченно, дорого, элегантно. Теперь у нас Виктория Бекхэм пошла в какую-то деконструкцию вдруг. Виктория Бекхэм и деконструкция, какие-то сложенные вообще фасоны. Понимаете, Виктория Бекхэм невероятно стильная женщина, невероятно, которая такая модница, а как настоящая модница, она постоянно хочет меняться, ей надоедает быть какой-то. Это очень плохой подход, если ты являешься дизайнером. Ты как дизайнер должен гнуть определенную линию, она у тебя, естественно, должна развиваться, получать какие-то новые ветви развития, но ты не можешь каждый год показывать что-то новое, потому что люди не будут понимать, что такое бренд Виктория Бекхэм, вообще какие у него там коды ДНК, если они меняются каждый год, нет у него вообще никакого ДНК. И в этой коллекции, я говорю, она симпатичная, но она снова меняется. То есть это какая-то вот игрушка, этот бренд, это игрушка для нее, она там постоянно показывает себя новую, в этом она молодец, сейчас это впервые наконец-то будет коммерчески успешно, потому что они очень круто бомбанули, да, свой личный бренд в связи с этой документалкой, со всем. Но вообще Виктория Бекхэм нужно было быть фэшн-блогером, и она была бы гораздо более талантлива фэшн-блогером, чем многие те, которые сейчас занимают эти позиции, но не дизайнером. Извините, вот это то, что я думаю, не каждая стильная девушка и девушка со вкусом может быть дизайнером. Пишите, что думаете вы, мне очень интересно почитать. Другой бренд, как раз-таки сейчас сразу в пример про вот это развитие, про то, как можно расти, становиться лучше, но не изменять себе бренд Акна Студиос. Если вы вдруг не смотрели мое видео про бренд Акна Студиос, очень вам советую, потому что как раз-таки вы сможете на контрасте с этим показом, который мы обсуждаем сейчас, увидеть, как это все выглядело раньше. Бренд Акна Студиос, который всегда был очень силен в мужских коллекциях, делал очень долгое время какую-то полную несуразицу для женщины, пока наконец-то дизайнер Йони Йоханссон не почувствовал вот эту смелость сделать суперсексуальную, дерзкую женщину. И когда он наконец-то сюда пошел, он начал просто бомбить. В данной коллекции, во-первых, посмотрите на сет-дизайн, он сделан из шин. Это работа эстонского скульптора Виллу Янисо. Тоже надеюсь, что я правильно это читаю. Сделано это все из переработанных шин, и как сам скульптор заявил, что в работе с ними, с шинами, меня интересует то, каким внутренним сопротивлением обладает этот материал. Для придания ему нужной формы требуется много физических, умственных сил. Сама же коллекция, такая же, как эти скульптуры из шин, очень брутальная, грубая, мрачная. Для меня бренд Акна Студиос это про секси-женщину будущего. В этом есть что-то футуристичное. Не настолько футуристичное, как у бренда, который мы обсудим далее, но все равно в том направлении. Причем вся коллекция, абсолютно вся, сделана из материала, имитировающего кожу. То есть вот этот тренд, да, на ткани, которые имитируют какие-то другие ткани, он с нами остается и будет с нами жить дальше. Там было несколько интересных изделий, которые выглядят как платья, которые с тебя спадают, да, вот. А одно с такой молнией, такое кажется, что оно вот-вот спадет, а на самом деле оно держится. Другое платье похоже, как будто бы юбку-карандаш натянули до уровня плечей. Дерзко, сексуально, брутально. Мне очень нравится этот дизайнер, который невероятно вырос. Если вы хотите отследить этот прогресс, посмотрите мое видео про Акна Студиос. Я обещала вам футуристичного дизайнера Рикоунс. Показ, кстати, как и прошлый мужской показ проходил у него в доме. И вот это, знаете, пример для Самбо Тодо Сарна, как можно сделать мужскую женскую коллекцию из одной оперы, но при этом не повторять ее на 100%. Мы совсем недавно обсуждали мужскую коллекцию, возможно, вы еще помните. Там были луки, сейчас их покажем, с такими надутыми штанинами. Так вот, у женщин он не стал их надувать, но при этом сам вот этот силуэт, сама форма осталась. Просто здесь как будто бы вот эти шарики не дадули. Это все выглядит супер по-инопланетному, но это все красиво. То есть для меня это тоже про какое-то суперсовременное искусство, которое при этом, знаете, понятно. То есть это не как вот сяга, где нужно действительно заставить себя поверить, что вот уродство может быть красивым, увидеть в эту красоту. Вот Рикоунс, да, это вряд ли впишется в гардероб, нормального человека. Хотя я знаю, что люди любят его трикотаж и что люди любят его верхнюю одежду, пуховики. Их можно интегрировать в нормальный гардероб. Полный лук вряд ли ты можешь представить в нормальной жизни, но здесь не нужно себя убеждать, что, ребята, вот это, это красиво. Тут в плане, опять-таки, работать с цветом, работать с фактурами, работать с силуэтом, все очень изысканно, достойно. Да, это выглядит, как люди из будущего, поэтому это может пугать, но это красиво. И это имеет место быть, и это пример дизайнера, который абсолютно не изменяет себе, ему вообще плевать на тренды, бренды, что угодно. Он вот гнет свою линию и однозначно войдет в историю дизайна. Скоро-скоро мы доберемся, да, Александр Маккуин, я знаю, что многие, возможно, ждут его. Давайте еще два бренда, которые мне нравятся именно в комплексе рассматривать. Во-первых, брендские аппарели. Если вы смотрели меня давно, то вы знаете, что я не люблю, ну, я вообще не фанат брендовские аппарели, но если кутюр Дэниел Роллсбери действительно заслуживает внимания, то его ready to wear я никогда не понимала, и я всегда считала, что это выглядит, как, вы знаете, кутюротские аппарели для бедных. Это для меня выглядело как-то несуразно, как-то вот дешево, знаете, как будто бы вот такой кустарный кутюр. Тут впервые Дэниел Роллсбери решил сделать что-то более спокойное. Эта коллекция, я, опять-таки, не могу сказать, что вот она мне прям очень нравится. Ну, не моя эта эстетика просто, но если смотреть со стороны, я считаю, она прям достойна внимания, потому что это пример того, как сюрреализм может выглядеть, да, в обычной жизни. Коллекция достаточно спокойная, при этом она красивая, при этом в ней есть все равно скиапареллевские коды. Во-первых, вот эта золотая фурнитура, да, в виде золотых пуговиц, золотые мысы на ботильонах. Естественно, там есть вот эти сумки с лицами, да, вот эта тема человеческого лица, тела. Это очень пронизан бренд скиапарелли, но если обычно, если мы берем их кутюр, то это у тебя везде, это и тут аксессуары, и тут аксессуары и само платье какое-то с отсылкой к этому. А то здесь он настолько точечно это все вставил, при этом сами образы вот в том, что касается одежды, они настолько простые, спокойные, монохромные, в хорошем смысле этого слова. И вот очень тоненько добавлены вот какие-то фишечки от скиапарелли, то что теперь это не выглядит как дешевый кутюр. Теперь это выглядит просто как полноценная ready-to-wear коллекция до урента скиапарелли, которая логична, что спокойнее, чем кутюр. Плюс к этому Дэниел Роспери придумала невероятную фишку с вот этим галстуком в виде косы. Это опять-таки про ДНК скиапарелли, что мы используем какие-то фрагменты человеческого тела, вот в данном случае это коса в волосе, но это то, что он придумал сам. Мне кажется, он наконец-то почувствовал эту уверенность в себе, чтобы перестать опираться на архивы бренда и делать что-то свое. И это первая ready-to-wear коллекция скиапарелли, которая мне понравилась. Хотя, опять-таки, это не моя эстетика. Пишите, что думаете вы. Другой бренд, который вот я люблю рассматривать их вместе с скиапарелли, это бренд Бальман. Бальман тоже проживает свое вот это какое-то перерождение. Дизайнер Оливье Рустен в этом показе вдохновлялся своим детством. Коллекция посвящена детству дизайнеров в Бардо, и поэтому тут много фруктов, много винограда разных сортов. Плюс одно, один из главных ингредиентов французской кухни это улитки. Тут несколько образов вдохновлены самой улиткой. Вот что скиапарелли, что Бальман, почему это, допустим, не моя эстетика, потому что для меня это очень такое тяжелое все. Знаете, вот я прям чувствую вес каждого из этих образов, и это немножко не мой характер. Это клония, вот эти летящие платья, да, Симон Роша или же Карвен, если мы говорим про монохром. Мне важна какая-то легкость. Вот скиапарелли, Бальман, они для меня слишком тяжелые, но это, что называется, мои проблемы. Есть женщины, которые это прекрасно выдерживают, носят, и коллекция Бальмана, это красиво. Да, это тяжеловесно, но в хорошем смысле этого слова это красиво. И особенно стоит отметить кастинг. Посмотрите, какое количество возрастных моделей, насколько шикарно они смотрятся в этих образах. Ну все, добрались мы наконец-то до Александра Маккуин. Александра Маккуин это такая глыба в мире моды, что я вообще не заветую Шону Мангиру, который стал новым грибовым директором этого бренда. Есть разные отзывы об этой коллекции. Есть позитивные, но негативных все-таки больше. И к моему большому сожалению, я скорее присоединюсь ко второй группе. Хотя я делаю огромную скидку на то, что это безумно неблагодарное дело продолжать такой бренд, как Александра Маккуин. Для Сары Бёртон было много скидок. Она была правой рукой Маккуина, она была женщина. К Шону Маккиру, конечно, ожидания очень завышенные. У бренда Александра Маккуина есть огромное количество фанатов. А точнее, не у бренда Александра Маккуина, а у самого Александра Маккуина. Что, знаете, мне кажется, им не угодит никто. Нужно сделать скидку на то, что у дизайнера Шона Маккира был не так много времени. Не так мало, как у Андриана Апиолаза в Москве, но, тем не менее, у него было три месяца. Бренд сложный. За три месяца просто перевернуть весь мир, при этом удовлетворить вроде и поклонников Александра Маккуина, сделать что-то от себя, будем честными. К моему удивлению, эта коллекция это не история про то, что тут отсылка на отсылки и это сплошная работа с архивами бренда. Нет. Даже сам дизайнер сказал, что у него не было времени на работу с архивами. Основным вдохновением была коллекция Маккуина 1997, по-моему, года, которая называлась Птицы, но в таком более современном исполнении. С одной стороны, вроде как хочется его похвалить за то, что он не стал прям цитировать все, а за то, что он попытался придать этому какое-то новое видение, но при этом это новое видение основано на цитатах других брендов, в которых работал сам Шоу Магир, например, бренд с Джей Дабл Юндерсом, например, бренд Рисфа Ноттен. То есть сказать, что там он прям много от себя сделал, тоже нельзя. Но что самое обидное в этой коллекции, которая, в принципе, на фоне огромного количества скучных коллекций может показаться чем-то ярким и чем-то креативным, самое обидное в ней то, что там отсутствует какой-то нарратив. А ДНК бренда Александра Маккуин это не какие-то дизайнерские фишки, которых у него тысячу, и можно все-таки книги писать по этим дизайнерским фишкам. Основной код ДНК бренда Александра Маккуин, а точнее его, это то, что у него всегда была очень четкая концепция, нарратив, то есть ты понимал, о чем эта коллекция, и от лука к луку он ввел тебя по этой теме, так что ты туда погружался, и ты получал определенные эмоции от этой коллекции не всегда положительные. То есть Маккуин, ну вот это туда же, как и Гальяна, это все про погружение в какой-то мир, который создал для тебя дизайнер. Тут этого нету вообще. То есть, ну честно, по сравнению с этим, Сара Бертон, которую многие не любили, она типа была скучная, ну вот даже она кажется более продуманной. Но я еще раз повторю, что это абсолютно неблагодарное дело принимать такой бренд, как Александр Маккуин. И продолжая вот историю, как и с Баленсиага, да, я все равно считаю, что лучше сделать плохо, но продолжать это имя нести, чем полностью его забыть. Хотя с Александром Маккуин ситуация гораздо более сложная, потому что у него была настолько сложная личность, и с точки зрения психики, да, у него все было не так просто, и то, как он закончил свою жизнь, это лишь подтверждает. Поэтому вот здесь такая история, конечно, что, ну, его сложно повторить кому-либо, и нужно просто эти надежды потерять. Но то, что я увидела в этой коллекции, это, знаете, Маккуин для зумеров, Маккуин для, я знаю, ТикТока. Вот так это выглядит. Все-таки этот бренд заслуживает большего. Я надеюсь, что ему просто нужно время. Поэтому давайте ему это время дадим, однако пока что, вспоминая, вот знаете, мое видео про Арно и про Керинг. Я тогда еще говорила, какой вам начальник, скажем так, откликается больше. И многие все-таки голосовали за Франсуапи, ну, потому что у него вот этот более такой современный подход, более расслабленный, он за креатив. Вот жизнь как-то показывает, что все-таки Арно гораздо больше знает, что он делает. И у Керинга в этом году прям провалы с выбором креативных директоров, поэтому не надо убирать Дэмна Гвасалева, забудьте, что я говорила. Тут нужно разобраться с Абатон Дессарном, тут нужно разобраться с Шоном Магиром, потому что что-то у них пока проблемки. В то время, когда вот Арно, тоже с самого Чемена Каваля, очень успешно назначил для бренда Клое. Единственная проблемная точка концерна Элвия Мэйч и Бернара Арно. Это бренд, о котором мы поговорим далее. Бренд Диор. Господи, я честно, даже не буду долго об этом говорить. Вы знаете, я всегда говорила про Диор, то, что это красиво, но это скучно. Дорогие друзья, это уже некрасиво. Это просто скучно и некрасиво. Это коллекция, это позор, позор, позор и ужас. Извините, то есть я знаю, что там многие любят Марио Грацци, но честно, я тоже уже не хочу ее постоянно так плохо о ней говорить, да, то есть она в свое время запустила Диор на вот эти коммерческие рельсы, которые нужны каждому бренду, и в этом смысле она молодец. Но сейчас она уже, по-моему, просто хочет уйти на пенсию, я не знаю, заворачивать там банки с огурцами. Это звучит безумно грубо, но это правда так, потому что это какой-то ужас, а не коллекция. То есть последний кучур, кучур от Диора, который всегда был про сказку, про какую-то роскошь, то есть это всегда был кучур, вот, знаете, если для словаря нужно определение слова кучур, то нужно вставить фото показом Диора для кучур. Тут она делает кучур, который полностью состоит из вежевого габардини, да, то есть как будто у нас Бербери решил делать кучур, но нет, это был не Бербери, это был Диор, и, собственно, эту всю историю она сейчас переносит в Реддит Уэр. Ну ладно, просто перенести, она еще добавляет невероятный принт. Напомню, что Мария Грация Кюри помпанулся первым показом со слоганом We should all be feminists. Это был очень правильный ход, очень успешный, и он был в тему. Я даже не буду говорить о том, что это коллекция естественна, как обычно, там вдохновлена, точнее создана в коллаборации с какой-то художницей. Это мы все понимаем, это, знаете, это не история как Джонатан Андерсон, что мы это в коллекции увидим. Тут мы это увидим только где-то там тоненьким шрифтом написанным под коллекцией, в коллекции вы все равно этого не увидите. Поэтому, что уж там говорить про этих художниц, это все для галочки, что мы, типа, всю эту фем-повестку продолжаем. Вот этот принт, который она сделала для этой коллекции, это просто еще больше позор, чем вся эта коллекция. Принт Miss Dior, да, я напоминаю, у нее был успешный лозунг «Ushet all be feminists», у нее была успешная тема с вот этим «Ja Dior», да, который «Ja Dior», но «Ja Dior», и это было на вот этих слинбэках супер. Ты парфюм продаешь и коммерческий продукт, и тут она, видимо, подумала, так, «Ja Dior» у нас уже был, возьмем другой парфюм, возьмем Miss Dior. К использованию этого имени на вещах у меня вопросов нет. Ну, почему нельзя сделать красивую вышивку? Почему нельзя сделать какую-то, не знаю, более красивую реализацию этого всего? Нет. Мы сделаем Miss Dior а-ля это граффити. У нас же Dior это такой стрит-вэр бренд. Зумерам хочется прямо сейчас какого-то граффити, все теперь будут Miss Dior. И этот бренд присутствует на 8 или 12 луках этого показа. Это, друзья мои, катастрофа. Там было несколько нормальных луков, но, допустим, вот эта джинсовая линия, вот этот леопард, что это вообще такое? Такое чувство, что она разучилась делать красивую одежду. Напишите честно, это кому-то нравится? Ну, то есть, я еще раз повторю, я всегда говорила, что Dior было красиво, но это больше не красиво. Я не понимаю, в чем проблема. То есть, такое чувство, что и она уже готова у тебя есть Dior, и все уже этого ждут. Возможно, Dior просто не могут найти кого-то нового, и поэтому, поскольку Мария Граци Кюри, видно, что она хороший человек, то есть, там видно, что нет у них никаких личных проблем. Как правило, у нас, когда какой-то скандал внутри, и дизайнер уходит, и потом какое-то время до поиска нового креативного директора этот бренд ведет команда дизайнеров. Тут этот ход не нужен, да, потому что, я так понимаю, в плане отношений там все нормально, ну и зачем, да, увольнять дизайнера, чтобы бренд вела команда дизайнеров. То есть, я так понимаю, я уверена, что они кого-то ищут, вот я прям уверена. Ну, то есть, серьезно, вот после этой коллекции, по-моему, сама Мария уже кричит, что, ребята, я хочу уйти. Я не знаю, может, у нее какой-то компромат на этот бренд есть, и они, или на семью Арно, и они забрали ее паспорт и сами не хотят ее отпускать, хотя она уже сама как будто бы просится и все для этого делает, просто увольте меня, пожалуйста, увольте, я сделаю еще хуже. И я не знаю, в чем проблема, то ли такой действительно недостаток новых дизайнеров, хотя вот, я вам обещала вспомнить снова Луис Троттера, я ее вывидела в Диор. Единственное, у меня сомнение, умеет ли она делать кутюру, потому что все-таки пока она в суперспокойном Карвен, но то, что она чувствует женщину, а Диор, это в первую очередь про то, чтобы почувствовать женщину, мне кажется, она бы смогла. Вот я говорю, вопросы только к кутюру, но Мария Грацио Кирилл у нас тоже кутюр не делает, она делает просто второй ready to wear. Поэтому есть, блин, дизайнеры, на которых можно посмотреть. Не знаю, в чем там проблема. А какое количество мемов появилось после этой коллекции? Давайте вам несколько вставим. Вы знаете, вот только ради мемов все и делалось. Бывший партнер Мария Грацио Кири, Пьер Павла Печоли для бренда Валентина, делает при этом прекрасную коллекцию. Валентина, это никогда не про какие-то супер инновации или что-то, но это всегда красиво. Я люблю Валентина от Пьер Павла Печоли. Эта коллекция была вся черная, что не свойственно такому любителю цвета, как Пьер Павла Печоли. Видимо, он тоже вот решил себе вызов сделать. И несмотря на то, что она вся черная и называется, она ленуар, то есть черная, она выглядит очень красиво. Это пример того, вот все, кто сейчас хотят написать, что вот, ты ругаешь Марию Грацию Кири, но не все же коллекции должны быть, как Гальяна, или ты ругаешь Сабота Десарна, не все же должны быть, как Микель. Друзья, у нас нету двух крайностей, у нас нету, что если ты не Мария Грация Кири, то ты сразу Гальяна. Если ты не Сабота Десарна, то ты сразу Микель. Нет. Алла Печерна для Валентина делает что-то красивое, как минимум. Бренд Hermes тоже себе не изменяет. Это всегда просто красиво. Это нужно просто смотреть. Это нужно покупать, если у вас есть деньги. Всем желаю, чтобы у них было столько денег, чтобы покупать Hermes. Это не скучно, это не супер олдскульно, то есть это всегда относительно современные фасоны, но да, там нету никакого прям супер дизайна. Это просто люкс в своем классическом определении. Тему люкса в двух его вариациях мы обсуждали в прошлом выпуске. Буду это видео заканчивать, но у меня еще для вас сейчас будет пасхалочка. Не вся еще парижская неделя закончилась, потому что в этот раз она идет 9 дней, это какой-то невероятный срок, но основные бренды мы уже обсудили. Если кто-то еще интересно появится, мы это захватим в следующем выпуске новостей. Там мы наконец-то вернемся уже к классическому формату новостей, где будет много новостей из индустрии. Просто вам пасхалочка, наконец, это выход Сэма Смита для бренда Vivienne Westwood. В прошлый раз мы завершали бренда Мабабах, а теперь вызываем Сэм Смит. Не буду я разговаривать про показ Vivienne Westwood. Простите уж меня, ее фанаты, но вот по этому выходу по-моему все понятно. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня своими лайками, своей активностью. Мне очень интересно читать, что вы думаете про показы, насколько мы с вами сходимся во мнениях, насколько нет. Поэтому пишите, не стесняйтесь, отмечайте мое видео в социальных сетях, если оно вам понравилось. Я обязательно буду репостить вас на инстаграме. Увидимся с вами в четверг в видео про бренды. Подсказки я уже давала в этом выпуске, можете отгадывать в комментариях, какой. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Пока-пока. Продолжение следует...